МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Город-24 Брянск» в студии информационного вещания Владимир Пантюшин. Мы слышим, видим, говорим, мы говорим о главном. В минувший выходной в Брянской областной библиотеке прошла встреча с общественным деятелем, вдовой Александра Солженицына, Натальей Дмитриевной Солженицыной. Подробности в материале Романа Гарбузова. Наталья Солженицына, президент Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям, приехала в наш город впервые. Александр Исаевич тоже был рядом. С экрана кинопроектора обращался ко всем присутствующим. Показанная видеозапись – это фрагменты интервью, размышления писателя о нынешнем пути России, вечных ее испытаниях и об утраченных страницах российской истории. Александр Исаевич обратился к русским людям, которые были выброшены волной сначала революции, потом гражданской войны, потом Второй мировой войны, выброшены за пределы Родины. И он обратился к ним с просьбой написать свои частные мемуары, потому что все такие политические, большие книги уже были давно напечатаны. Наталья Дмитриевна поделилась воспоминаниями о муже и охотно ответила на вопросы. Рассказала, например, о своем первом знакомстве с произведением Александра Исаевича. Пришел по подписке в ноябрьский мир, буквально почта-то работала не так, как сейчас, она хорошо работала. И вот буквально, если 18-го числа вышла, а 19-го уже была в домах, и вот я, значит, вечером после работы прочитала, то есть прочитала, начала читать и не останавливаясь, прочитала целиком. Уже все спали мои тоже, и второй раз прочитала, и вот я тогда поняла, что это великий писатель. В наше время стало модным говорить нелицеприятно об ушедших от нас знаменитостях. Вот и на этой встрече вопросы и высказывания у некоторых присутствующих были подчас и несправедливыми, но даже они не смутили Наталью Дмитриевну. Нас скажут, зачем-то, да, подрывали со мной в сторону. Вы знаете, на этот счет можно много сказать. На этот счет можно много сказать. Соединской власти сама себя подрывала. Наталья Дмитриевна подарила библиотеке некоторые сборники произведений Александра Исаевича, среди которых специально для школьников и студентов сокращенное издание «Архипелага ГУЛАГ». Моя будущая профессия – медицинская сестра. Так называется межрегиональный конкурс, проводимый среди студентов специальности «Сестринское дело». Он состоит из двух этапов – очного и заочного. На очном, финальном этапе побывал и наш корреспондент. Брянский базовый медицинский колледж принимал у себя конкурсантов из 12 городов Центрального федерального округа. Участники конкурса – это лучшие студенты средних медицинских и фармацевтических образовательных учреждений. Надо отметить, что все студенты очень хорошо подготовлены. Подготовлены по разным направлениям. По всем профессиональным модулям. Теоретически, практически они хорошо подготовлены. Первое задание – заочное. Участники конкурса выполнили еще в сентябре. Подготовили презентации на тему «Один день школы активного долголетия». Вторым заданием стало компьютерное тестирование, после чего студентов ждал БЛИЦ-турнир. Участникам предлагалось пять тем для ответа. Каждая тема включала в себя по пять заданий разной степени сложности. Вы знаете, какое-то время в Центральном федеральном округе практически не проводилось конкурсов. То, что эти конкурсы стали возрождаться – это большое достижение для среднепрофессионального образования, особенно медицинского. Потому что обмена опытом не только между преподавателями, но и студентами долго не было. И то, что наши коллеги из Брянского колледжа взяли на себя такую большую ответственность и так хорошо, грамотно подготовили – большое спасибо им за то, что собрали нас. Практическая часть конкурса состояла в умении конкурсантов своевременно и правильно оказать медицинскую помощь. Например, перевязать сломанную руку или поставить капельницу – точно определить диагноз пациента. На решение таких задач конкурсантам отводилось 10 минут. «Очень много с кем познакомились. Здесь множество кожи, опыта набрались. Конечно, обменивались им. Много было страшно, но ничего, не падали духом. Самое страшное – это позади, я так думаю. А в чем возникали сложности? Наверное, все-таки эмоционально больше, потому что вопросы некоторые были неподготовлены, мы не знали, какие будут. Все это происходило на сцене, это, конечно, волнительно. И эксперты, которые следили за каждым нашим шагом манипуляции. «Очень просто доброжелательно нас здесь встретили. Это хорошо, нас обрадовало, не пугали ничего. Обстановка очень дружеская, и она, на самом деле, помогает расслабиться и действовать правильно». Членам жюри предстояла непростая задача – оценить по бальной шкале все этапы состязания и выявить лучшего. В результате по итогам конкурса первое место завоевала Чуева Анна, студентка Тульского областного медицинского колледжа. Московский индустриальный банк сегодня. Клиентская сеть банка насчитывает более 70 тысяч предприятий и организаций, многие из которых являются гордостью научно-промышленного потенциала России. В настоящее время в 29 субъектах Российской Федерации для клиентов открыты 255 офисов продаж. Широкая сеть банков-корреспондентов в России и за рубежом позволяет проводить клиентские платежи в кратчайшие сроки с применением новейших банковских технологий. Филиал Московского индустриального банка успешно работает и в Брянске. Его возглавляет профессионал банковского дела Елена Сергеевна Рябых. Все время коллектив телеканала «Город-24 Брянск» поздравляет Елену Сергеевну и всех сотрудников брянского филиала с юбилеем Московского индустриального банка. Желаем вам процветания и удачи во всех новых проектах. А сейчас объявление для театралов. Вас приглашает Брянский театр драмы имени Алексея Толстого. 7 декабря на сцене драм-театра будет дан спектакль по книге знаменитого Стивена Кинга «Мизери». Это один из самых виртуозных психологических триллеров Кинга. В спектакле заняты звезды театра и кино Евгения Добровольская и Виктор Логинов. Заказ билетов по телефонам 74 39 38 и 66 17 78. Телеканал «Город-24 Брянск» объявляет о начале конкурса «Лав-стори». Присылайте в редакцию нашего телеканала свой свадебный видеоролик. Вашу историю любви увидит весь город. Зрители путем смс-голосования определят лучшее видео. Призы от нашего телеканала получат как участники свадебного видеоролика, так и его автор. Ждем ваше видео по адресу город24.брянск.собачка.мейл.ру. Подробности по телефону 92 0001. Не переключайтесь, телемарафон свадебных роликов продолжается. Я, Владимир Пантюшин, с вами прощаюсь, а вы прямо сейчас смотрите «Претенденты на победу». Субтитры создавал DimaTorzok